Панорама На примере очень хорошо видна разница между обычными фотографиями и панорамными. Первый кадр был сделан в авторежиме. Второй кадр был сделан в панорамном режиме. Как вы видите, на втором кадре угол обзора гораздо больше. И действительно, в панорамном режиме можно получать различные кадры с большим углом обзора. В панорамном режиме есть свои особенности съемки. Старайтесь, чтобы первые кадры у вас были не очень темными или наоборот, не слишком светлыми, потому что в целом фотография может получиться либо темной, или наоборот, пересвеченной. Панорамный режим Переключите камеру в панорамный режим. В панорамном режиме вы можете изменять направление съемки и размер изображения. Для того, чтобы изменить направление съемки, зайдите в меню и найдите пункт «Фотоаппарат». В пункте «Фотоаппарат» вам будет необходимо найти вкладку «Направление панорамы». Доступны четыре варианта. Право, лево, вверх, вниз. Чтобы выбрать необходимое направление, нажмите на центральную кнопку управления. Для того, чтобы изменить размер изображения, вернитесь назад. Найдите пункт «Размер изображения». В пункте «Размер изображения» нужно найти вкладку «Размер панорамного снимка». Доступны два варианта. Стандартная панорама и широкая, с различными углами обзора. Чтобы выбрать необходимую, нажмите на центральную кнопку управления. Настройка завершена. Для того, чтобы получить максимально качественную панораму, старайтесь держать камеру двумя руками и плавно вести в направлении, указанном на экране. Выберите начальную точку съемки и точку завершения. Моя начальная точка съемки находится справа от меня, на уровне начала здания. Точка завершения находится слева от меня, на уровне конца балкона. Панорамный снимок готов. В панорамном режиме есть интересная особенность. Вы можете получить более высокий и короткий кадр. Это хорошо использовать в условиях ограниченного пространства. Первый кадр – это обычная панорама. Как вы видите, у нее большой угол обзора, но при этом она довольно узкая. Второй кадр – тоже панорамный, но он гораздо выше и короче. Переключите камеру в панорамный режим. В панорамном режиме необходимо будет изменить направление съемки и размер изображения. Для того, чтобы изменить направление съемки, зайдите в меню, найдите пункт «Фотоаппарат» и вкладку «Направление съемки». Нам нужно будет выбрать один из двух вариантов – направление движения вверх или вниз. Я выбираю направление движения вверх. Свой выбор также подтверждайте нажатием на центральную кнопку управления. Вернитесь назад в меню. Найдите пункт «Размер изображения» и вкладку «Панорама» «Размер изображения». Доступны те же два варианта – «Стандартная панорама» и «Широкая». Я выбираю «Стандартную». Выбор также подтверждайте нажатием на центральную кнопку управления. Переверните камеру вбок в портретный режим. Настройка камеры завершена. Переверните камеру вбок в портретный режим. Выберите начальную точку съемки и точку завершения. Плавно проведите камеру. Снимок готов. Отснятые вами панорамы вы можете просматривать как на фотоаппарате, так и на компьютере и на телевизоре. Для того, чтобы подключить камеру к телевизору, используйте провод, поставляемый в комплекте. Как видите, на телевизоре панорама смотрится гораздо интереснее. Особо понравившиеся панорамы вы можете распечатать, но сделать это можно только в специализированных лабораториях. Я надеюсь, что этот обучающий ролик был для вас полезен. Всего вам доброго. До новых встреч.